Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с вашей ситуацией и попробуем найти варианты решения вашей проблемы. Вы пишите, что с парнем не можем быть вместе. Почему? Первый вопрос. Почему? Если вы не можете быть вместе, то почему? Почему? Какие препятствия на этом пути вас встречают, почему вы считаете, что не можете преодолеть и так далее. Почему? Далее. Рассказаться не можем так же. Опять же. Почему не можете раздаться? Что мешает, что удерживает? Понимаете, если вы не можете быть вместе, то получается, что вы не готовы идти на уступки. Если вы не готовы идти на уступки, значит, эти самые уступки для вас, что это значит? Ну, для мужчины это понятно. Это гордость, это самолюбие, это вполне возможно нежелание идти вам на уступки, потому что иначе вы, там, я не знаю, может быть, сядете ему на шею, как некоторые мужчины думают и так далее. То есть вариантов здесь, в принципе, достаточно, но это все не меняет ситуацию. Ситуация, на самом деле, немножечко в другом кроется. Она находится в том, чего хотите вы. И если вы хотите, например, быть с этим человеком, то нужно адекватно, я вас повторю, адекватно оценить те уступки, которые вы можете сделать, и те уступки, которые может сделать ваш мужчина, например. И подумайте, а вот для кого эти уступки будут более болезненными? Причем подумать просто объективно, постараться это вывесить. И если вы увидите, что, например, эти уступки болезненные больше для мужчины, то, если любите человека, пару уступок, я думаю, сделать можно. Не так это и страшно. Другое дело в том, другое дело в том, какое значение эти уступки имеют именно для вас. Это вот тоже куда более серьезный вопрос. Далее вы говорите о том, что расстаться с человеком вы тоже не можете. Здесь, опять же, возникает все тот же самый вопрос. Не можете раздаться с человеком, почему? А что вы теряете при расставании, что он теряет при расставании, что не дает вам возможности с ним расстаться? Я хотел бы, чтобы этот аспект и этот момент вы также для себя постарались прояснить, ибо он, этот аспект, очень важен. Если вы говорите, что мы не можем расстаться, значит, речь идет о неких таких потребностях. И потребности эти ваши, и потребности эти его. И, к сожалению, ситуация заключается в том, что вы так и будете не иметь возможности расстаться друг с другом до тех пор, пока не реализуете эти свои потребности, каждый отдельно друг от друга. Понимаете, я надеюсь, о чем идет речь. То есть, то, что удерживает вас от того, чтобы расстаться. То есть, когда вы говорите, что я не могу с ним расстаться. То, что вас удерживает, является сутью вашей, сутью вашими потребностями. И вот эти потребности нужно удовлетворить, что для вас молодой человек значит, какое у него значение для вас и так далее. Я говорю специально для вас. Потому что говорю я именно про вас. Я не говорю все, в данном случае, про него. Я говорю именно только про вас. Вы правильно меня поняли. Вы пишите, мучаемся оба. Оба мучаемся, опять же, от чего? В чем противоречие? В чем конфликт? Правда, я говорю такое ощущение, что вы находитесь в созависимых отношениях. И именно созависимость не позволяет вам друг друга отпустить. В этой ситуации, ладно, чтобы кто-то из вас, наконец-то, взял контроль над ситуацией. Поскольку вы обращаетесь к экспертам, то полагаю, что именно вам этот контроль брать и предстоит. Вы говорите, не можем, не можем. То есть, не можем быть вместе и не можем расстаться. И как вам правильно сказал мой коллега, нет слова «не могу». Есть слово «не хочу». Так вот, только в том, что вот это вот ваше «не могу» связано с тем, что вы не желаете выводить себя из зоны комфорта. При этом не желаете танки и сталкиваться с некомфортом. То есть, вам вместе некомфортно. Это понятно. Есть определенные проблемы, есть определенные там нюансы и так далее. Это я понимаю. Некомфортно. Но и расстаться вы тоже не можете. Тоже некомфортно. Понимаете, вы не хотите сталкиваться с некомфортом, потому что для этого придется менять свое поведение. Для этого придется менять свою линию поведенческую. И для этого придется вести себя несколько иначе. А вам это тяжело. Но при этом я что-то удерживаю друг с другом. И как я думаю, это все же потребности. Поэтому слово «не могу» убираем, заменяем на слово «не хочу» и «не хочу», потому что. Потому что от этого я что-то получаю. Далее. Далее. Вы пишите «Сводим общение на «нет». Только хуже становится. Почему вы сводите общение на «нет»? То есть, как это у вас происходит? Просто выговариваете все, больше не общаемся? Или как? И говорите только «хуже становится». А хуже становится-то в чем? Опять. Вот в чем лично вам становится хуже? Вот поясните, если это возможно. Самый вопрос серьезный, а информации очень мало. Далее. Далее. Предлагаю друзьбе говорить «так мне не можете», что влюбляется в меня все больше и больше. Не знаю, что делать. Помогите советам, как поступить. Значит, вы предлагаете друзьбу, а мужчина говорит, что не может. Ну, хорошо, если он влюбляется в вас все больше и больше. Значит, он хочет быть с вами. И что он готов сделать, мужчина, ради того, чтобы быть с вами? Ну, если он хочет быть с вами, он же готов, наверное, пойти на выступки. Так что мешает вам договориться, сказать ему, что вот, если ты хочешь быть со мной, то ты со мной вместе, там, соглашаешься на определенные условия. Или не соглашаешься, а мы тогда не вместе. Чем вы руководствуете? С чего вы хотите? Чем мужчина руководствует? С чего он хочет? Какие у вас представления об отношениях? Какие у него? Какая у вас модель женского поведения и образ мужчины? Какая у него мужская модель поведения и образ женщины? Все это нужно выяснять. И это все непонятно. Знаете, вопросы социалистических отношений не являются, к сожалению, такими, которые вот можно разрешить прямо, вот знаете, дав какой-то конкретный ответ. Вы живете так какое-то время, у вас сформировалась вся модель, я бы даже сказал, совокупность моделей и поведения, поправленных на удовлетворение ваших потребностей, и вы привыкли так, и самое неприятное, то есть вы не хотите другую модель поведения искать для того, и удовлетворить свои желания, а если вы потребности, а если вы ее найдете и будете это делать, то на первый порог вам будет это очень тяжело, потому что потребности будут удовлетворяться не так, вам будет казаться, что это вообще совершенно не то, что я хочу и так далее. Вот. Давайте попробуем привести пример, чтобы не быть голословным. Ну, например, женщина постоянно ругает своего ребенка за то, что он, ребенок, плохо учит. Такая вот, в общем-то, распространенная ситуация, я думаю, что вы со мной в этом аспекте согласитесь. Ситуация распространенная, какая мать не ругает своего ребенка, да, но понятно, что есть матери, которые ругают своего ребенка умеренно, а есть матери, которые ругают своего ребенка практически постоянно и никогда его не хвалят. и возникает как бы вопрос, а если вот такая ситуация есть, если такая ситуация имеет место быть, то с чем эта ситуация по большому счету связана? Какие у этой ситуации, например, основания для того, чтобы иметь место? И ответ на этот вопрос кроется именно в том, что мама в данном случае пытается реализовать свои потребности таким вот образом, таким вот способом. И если такому человеку направить своего рода на истинный путь, ну, это я, конечно, футрирую, но если такому человеку сказать, что вы должны там, допустим, самостоятельно реализовывать свои потребности, то этот человек, допустим, пойдет работать или начнет как-то еще реализовываться в жизни, то поначалу ему будет очень тяжело и вообще будет непривычно и будет казаться, что все это не то, зачем я это все делаю, если вот у меня есть ребенок, который может как бы, как бы, ну, который может все сделать, все сделать, все, что нужно, то есть через него я реализую. И этап подобной переориентации, скажем так, этапы подобной переориентации, можно назвать в двух числах, то есть в количестве двух. Первый этап – это осознание цели, которое преследует мама, ругая своего ребенка. И второй этап – это понимание того, что нужно делать с ней, чтобы реализоваться. И в этот же этап, ну, условный этап, входит и начало собственной деятельности, хотя в практической, так сказать, терапии это подразделяется все-таки на еще один этап. Но тем не менее, по сути, это именно так и обстоит. И я думаю, что вам нужно сделать то же самое. Я думаю, что вам необходимо с этого перестать реализовываться за счет своего мужчины, понять, что вы это делаете, что вы именно пытаетесь реализоваться через другого человека. Через другого человека вы пытаетесь удовлетворить какие-то свои потребности, ну, иначе бы у вас не было того, что вы пищите. А далее все-таки эти потребности осознать и реализовывать самостоятельно. И вот тогда у вас, в принципе, все имеет шанс наладиться, и будете вы самостоятельны, и будете вы незаметенны. Но при этом очень важно, чтобы вы вместе с этим довольно-таки хорошо коррелировали, то есть включали в свое поведение еще и аспект женского поведения, и аспект позиции в гендерных отношениях. То есть какую позицию вы лично хотите занимать по отношению к мужчине, какое место вы хотите занимать, а какое место должен мужчина занимать. И чем продиктована первая позиция, и чем продиктована вторая. Опять же, с вашей субъективной точки зрения. То есть такая вот работа. И в данном случае на вопрос, как поступить, можно сказать следующее. Своему мужчине говорите о том, что хотите взять паузу, что устали. Соотношение вы не заканчиваете, общение на нет не сводите, но, например, видеться с ним вы не будете, отвечать ему будете исключительно по мере возможности своей, после чего активно начинаете работать с психологом, которого вы можете выбрать хотя бы на нашем ресурсе. активно уставать, активно продвигать свои интересы, получать новые впечатления. И вот в таком круговороте какое-то время положить, хотя бы месяц, и потом то, что останется у вас в результате к этому мужчине, и будет тем самым настоящим, которое вы и будете к нему проявлять. Что это будет? Друзьба, любовь, это уже покажет только время. Но по крайней мере, такого чрезмерного значения партнера, какое он имеет сейчас, у вас не будет. И это можно назвать социальным результатом, то есть тем, к чему стремится каждый психолог, работая со своим клиентом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас не остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!